всем привет сегодня я поделюсь с вами рецептом яблочного пирога но это совершенно не относится к диете дюкана это из серии гости на пороге вот знаете ну бывает вот такое что но вот у меня такое по крайней мере было когда на даче ну как то вот вроде бы что то есть и тут кто-то позвонил и говорит мы заедем на чашку чая и в панике начинаешь думать боже-боже что же приготовить яблоки как правило есть всегда там какой-нибудь заваляющий вот у меня сегодня два таких яблочко который вроде вот они лежат и уже никто их не есть вот использую значит что нужно сделать первое включить духовку на 180 градусов дальше поставить на огонь примерно стакан воды он был такой но теплый ближе к горячему и самые простые продукты которые в общем то всегда есть холодильнике если нет яблок есть груши можете груши использовать если нет груш есть абрикосы персики в общем то любые фрукты пробовала с любыми фруктами в общем хорошо получается значит нам понадобится 2 стакана муки соль 1 3 стакана вот возьмете стакан тот которым будете мерить муку и вот одна треть стакана растительного масла и я буду пользоваться сегодня коричневым сахаром это для того чтобы присыпать яблоки если вы используете стевию используйте стевию ну все начнем вода в общем то уже горячим и и выключаем берем 2 стакана муки у меня с мукой проблема здесь немножко обычной пшеничной и мука из маниоки посмотрите этот продукт по моему он сейчас есть во многих магазинах очень много о нем хороших отзывов очень там полезных моментов очень много ну сами почитайте не буду сейчас рассказывать и что самый интерес когда я открыла этот пакет муки я его понюхала и он пахнет вот мукой и мне почему-то сразу детство напомнило попробуйте может быть вам тоже понравится значит я возьму один стакан муки из маниоки и один стакан обычной муки я вот так вот не полные стакана возьму здесь оставьте примерно тоже одну треть стакана это когда вы будете уже раскатывать чтобы у вас была была мука все быстренько просеиваем эту муку можно высыпать куда-нибудь моя потом еще раз просею и берем масло выливаем муку сюда же в этот стакан насыпаем соль ну примерно там четверть стакана чайной ой примерно четверть чайной ложки и выливаем сюда воду горячую все теперь берем вилочку и перемешиваем муку и масло чтобы это все соединилось и получилась вот такая вот крошка и уже воду мы будем добавлять для того чтобы сформировать тесто знаете тесто вот это именно вот по этому рецепту получается всегда разная вот такая крошка получилось и теперь добавляем потихонечку воду вода у меня в общем то ну достаточно такая горячая и нужно сформировать тесто все вот буквально я добавила одну треть стакана даже меньше воды если вот будет вода чуть холоднее тесто будет немножко другое чуть горячее тоже другое то есть вот она мне никогда не получается одинаковое это в общем то не страшно все вот она получается вот такое мягенькое приятное теплое на ощупь тесто теперь все это на из миски собираем и здесь очень важно мы его заворачиваем в пленку и оставляем в теплом месте и вы оставите на час на два на но вот у нас сегодня выключается почему-то камера то есть оставляем на час на два на три на полдня в теплое место у меня времени немного только пока я почищу яблоки подготовлю теперь готовим яблоки яблоки мы просто чистим от семенников не от кожуры мы не очищаем все проще делаем и нарезаем вот таким образом если у вас сладкие яблоки можете поменьше сахара просто положить мне такие но обычные местные сезонные яблоки и так тесто готово яблоки готовы гости уже проехали чехов мы берем тесто на час на два вот лёша говорит как же на час на два на полдня сегости на пороге если у вас есть время вы же не всегда готовить этот пирог и только для гостей иногда и себя балуете и делим на две неравные части вот так теперь присыпаем поверхность мукой вот тому как который осталось в общем у меня получилось примерно пол полтора стакана муки теперь мы этот кусочек теста раскатываем тоненько достаточно где-то примерно но меньше пяти миллиметров если вы в себе не уверены вы можете подстерить пергамент вот так чтобы вам было легче в общем кто умеет красиво девочки сделайте красиво главное здесь сделать тоненько чтобы тесто было тоненькое посмотрите какой толщины тесто теперь сюда мы нарезаем яблоки вот яблоки вот как вам за благорассудится этот пирог на самом деле нравится вот всем не было по моему на моей памяти человека который бы не попросил там добавки и здесь в общем-то в португалии он пользуется успехом у меня рецепт этот из воронежа в общем от алифтины петровны есть еще такой был рецепт от моей тетушки теть маши у нее вместо растительного масла было сливочное или маргарин а этот еще проще рецепт одно яблоко у вас значит одно яблоко два значит два начинки достаточно много получается все вот такая на заготовочка отправляем на противень и раскатываем вторую часть также тоненько припорошить поверхность и раскатываем старайтесь чтобы поверхность была вся такая но равномерная равномерно раскатать яблоки присыпаем сахаром у меня получится примерно но вот две даже полторы на столовой ложке сахар тростниковый у меня у нас просто почему-то стала проблема у нас перестали здесь продавать не не можем пока найти по крайне всех магазинах где мы покупали стевию и теперь нет вот достаточно и сверху накрываем этим кусочком тесто вот так поднимаем края и очень хорошо вот прям на самом деле обратите на это внимание чтобы не было нигде дырочки потому что сок начнет вытекать он начнет гореть поэтому очень очень тщательно закрываем края девочки кто умеет очень красиво сделайте это красиво вот она я смотрю есть такой канал деревенская блогерша девушка татарка она готовит татарские блюда видите что получилось вот это надо залепить она готовит и у нее так красиво она защипывает пироги просто вот загляденье так ну в общем вот так у меня получилось вилочкой накалываем чтобы пар выходил если хотите можете сверху смазать желтком или там сладкой водичкой чтобы он был красивый и ставим примерно вот у меня 180 градусов духовка на 30-35 минут смотрите сами девчонки у всех духовки разные вот примерно вот так когда он зарумянится можете уже доставать его пирог мы из духовки достали он полностью остыл видите нигде ничего не протекло перекладываем значит смотрите я посчитала весь пирог весит 480 грамм это 1200 калорий в 100 граммах где-то 250 калорий это для тех кто считает калорий вот сейчас мы разрежем это знаете вот такой пирог не это абсолютно не шарлотка это такой сухой пирог вот кто любит сухое тесто рассыпчатое вот этот пирог в самый раз вот такой кусочек мы сейчас взвесим это 90 грамм 88 грамм примерно 230 калорий но чтобы вы понимали что такое 90 грамм и что такой 230 калорий этого пирога это вот ну с мою ладошку даже меньше чай готов традиционный чай с молоком если кто не знает секрет вкусного чая с молоком это не жалейте заварки чай должен быть крепким и наливайте не молоко в чай а чай в молоко ну вот такой перекус можете встретить гостей можете побаловать своих близких сделайте это очень просто быстро и на самом деле вкусно всем приятного аппетита кто худеет худеть с удовольствием будьте здоровы всем пока а